Садгуру, сегодня у многих людей диагностируют проблемы с щитовидной железой. Или гипотиреоз, или гипертиреоз. Несмотря на то, что мы употребляем йодированную соль, проблемы с щитовидной железой все равно распространены. В чем причина роста заболеваемости? Связано ли это с уровнем стресса, как у других заболеваний, вроде диабета или гипертонии? Можно ли избавиться от этих проблем с помощью хатха-йоги, крии или пребывания в освященном месте, таком как центр йоги Иша? Что можно с этим сделать? Без сомнений. Очень многие избавились от этих болезней с помощью хатха-йоги. Пребывание в освященном месте также помогает. Но широкое распространение проблем с щитовидной железой нужно понимать. То, что называется щитовидной железой, в йоге мы смотрим на это иначе. Но с медицинской точки зрения, работа щитовидной железы — это выделение секрета для ежедневной регуляции ваших внутренних процессов. Она регулирует пищеварение, количество производимой энергии, производимого жира, строительство мускулов. Она регулирует все происходящие у вас физические процессы. Ваши физические процессы тесно связаны с психическими. На сегодняшний день существует достаточно доказательств того, что если вы просто подумаете о горе, ваша эндокринная система будет работать одним способом. Если вы подумаете о тигре — другим, подумаете об океане — третьим, о мужчине или женщине — четвертым. Одна лишь мысль — ничего больше. Никакого контакта с горой, тигром, мужчиной, женщином, океаном. Одна лишь мысль — и работа вашей эндокринной системы изменится. Вот насколько эта тонкая система. Она пытается отрегулировать все процессы для вашего благополучия. Проблема в том, что вам нужна телега, потому что вы промежуточное звено. Вам нужна телега, а вам дали космический корабль. Любая мелочь производит огромный эффект. Если вы просто прикоснетесь к чему-то — бум, столько всего произойдет в организме. Если вы просто посмотрите так и подумаете об этом дереве, здесь произойдут многочисленные химические и другие изменения. Работа эндокринной системы изменится. Где бы вы ни были — в Мумбаи, Нью-Йорке, Лондоне, неважно. Просто оглянитесь вокруг. Посмотрите на ситуацию, в которой вы существуете. Возможно, с социальной точки зрения вы уже привыкли к этому. Но подумайте, в какой атмосфере вы живете. Сколько всего происходит вокруг. Все это неблагоприятствует этой жизни. Возможно, вы уже привыкли к этому. Возможно, вы не представляете себе жизнь вне больших городов. Это другой вопрос. Но жизнь внутри вас не стремится к подобной атмосфере. Так что некоторые изменения, происходящие внутри вас, работают не в вашу пользу. Дисфункция щитовидной железы — это лишь одно из проявлений. Щитовидная железа — это очень тонко настроенный орган эндокринной системы. С щитовидной железой это легко заметить. Ваши физиологические и психологические параметры сбиваются из-за любого воздействия. Другое измерение — это негативное воздействие исходит также и изнутри вас, из-за вашего собственного образа мыслей. Другой вид воздействия — пища, которую вы едите. Сегодня невозможно съесть что-то, не отравленное химикатами. Если вы питаетесь органической пищей, в ней просто используются органические химикаты. Вот до чего уже дошло. Очень сложно питаться только тем, что выросло в лесу. Просто сорвать и съесть. Этого очень-очень мало. Только у очень небольшого процента людей есть возможность так питаться. Все покупается в магазине. А в магазине важнее количество, а не качество. В этой стране... Все это уже в прошлом, не волнуйтесь. Моя бабушка... Каждый день продавец овощей... Они приходили к дому с корзинкой. Утром они выдергивали овощи с грядок, а к 7.38 они уже были у вашего порога. Когда они приходили, она осматривала овощи. Если она хотела что-то купить, она не позволяла продавцу этого касаться. Они сорвали из грядки, принесли их к дому. Овощи еще свежие, только что сорваны из куста. Но чтобы они не нарушили баланс, она выбирала 1, 2, 3, 4, и она не позволяла продавцу их касаться. Не трогайте мои овощи. Не для того, чтобы защититься от микробов. Она не хотела, чтобы та женщина или тот мужчина прикасались к овощам, которые будут есть ее дети и внуки. Она касалась их определенным образом. Гладила, ласкала, смотрела на них вот так, и только потом нарезала и готовила. Не думайте, что это какие-то глупости. Если все это отсутствует в вашей жизни, вам приходится принимать таблетки для щитовидной железы. Просто проглотив таблетку, вы никогда не сможете достичь баланса. Вы лишь подавляете свою систему, но не обретаете баланс, потому что он изменяется каждый день, с каждым моментом. Происходит регуляция, очень активная регуляция. Вы просто принимаете таблетку и идете дальше. Но весь механизм разлажен. В таком случае разбалансированность механизма будет проявляться во многом. И вы осознаете это только в момент нагрузки. Когда вы живете на минимальной мощности, это не будет проявляться. Вот как все устроено. Даже если у вас спущена шина, при скорости 20 км в час вы сможете доехать до дома. Что-то может быть треснет, что-то отвалится, но ехать будет можно. Только если вы мчитесь со скоростью 200 км в час и у вас спускает шина, только тогда вы вылетаете на обочину. Вот и все. Если вы позаботитесь об этом сейчас, то когда ваша жизнь наберет обороты, все будет нормально. Если же вы ускоритесь, не достигнув необходимого баланса, все выйдет из-под контроля. Это сейчас и происходит повсеместно. Чтобы изменить свою жизнь, вы не можете просто уйти из города и жить в джунглях. Не можете оставить все это и просто уйти. Но вы, по крайней мере, должны принять меры, чтобы все это не так сильно на вас влияло. Вы все равно будете испытывать это влияние. Но вопрос в том, насколько большим оно будет. Хотя бы у себя дома окружите себя растениями. Если нет места, наполните хотя бы свою комнату. У кого-то будут очень странные спальни. Уберите половину крыши. Но Садгур, надо мной еще один этаж. Ладно, снесите стену, пусть к вам будет проникать солнце. Да. Вместо того, чтобы все было закрыто и постоянно работал кондиционер. Брррр. Это один из аспектов. Вибрации вокруг вас полностью дезориентируют ваше тело. Постоянное бррр. Когда я путешествую, особенно когда я бываю в Соединенных Штатах, даже в Европе дела обстоят немного лучше. В Соединенных Штатах что-то постоянно жужжит. Без конца. Когда я возвращаюсь, это просто... Всё тихо. Это наполняет вас жизнью. Когда всё жужжит, вы... Большинство людей этого не осознают. Но это оказывает на них влияние. Они спят по 8 часов в день просто потому, что не живут в естественных для себя условиях. И сон — это попытка защититься. Чтобы защититься от болезней, от психических расстройств, от разного рода дисбаланса, вы спите по 8-10 часов в день. Это половина вашей жизни. Пол жизни вы мертвы. Смерть — это естественный способ, позволяющий всё исправить. Но это не тот способ, который нам нужен. Нам нужны изменения в жизни, а не финальные поправки. Если что-то завершилось, значит, оно уже не нуждается в исправлении. Не так ли? Да или нет? Но это не то, чего бы мы хотели. Нам хотелось бы оставаться здесь, живыми и в исправном состоянии. Чтобы это произошло... Вы можете... Я знаю, это может казаться странным. Даже я посчитаю вас странными. Но вы можете добавить растений в то место, где вы спите. Вы всегда должны помнить о жизни вокруг вас, жизни помимо человеческой. Большинство не помнит даже о других людях. Поэтому я и напоминаю вам. Вы должны осознавать всё, что живо. Дерево, растения, травинка, кузнечик. Люди, которые вам не нравятся. Всё. Нужно быть живым по отношению ко всему. Не нужно всяких... О, я люблю дерево. Вам не нужно любить дерево. Оно должно воспитать. Только так можно жить. Нравится вам это или нет, но прямо сейчас оно вас питает. Если это будет происходить осознанно, то всё будет функционировать лучше. Быть живым для всего вокруг вас, не делая различий, это так просто. Но это может помочь вам с вашими проблемами с щитовидной железой. Конечно, есть также и в утренних хатха-йога, крии. Всё это тоже помогает. А также мощным образом освещенные места, много всего. Одна из главных причин с развития технологий люди становятся всё менее и менее физически активны. За день, в среднем, уровень физической активности в прошлом у предыдущих поколений и у всех нас сегодня несопоставим. При таком низком уровне физической активности сложно поддерживать баланс в системе. Так что, если вы чувствуете небольшой дисбаланс, не ложитесь спать. Если вы ощущаете дисбаланс, вы должны с головой погрузиться в физическую активность. найдите занятие, выполняющееся энергично и приносящей радость и занимайтесь им. Если вы чувствуете себя плохо, занимайтесь им больше и больше. Потому что, как только вы прекратите, всё только ухудшится. Если вы серьёзно больны, это другое. Если же нет, говоря о дисфункции щитовидной железы, физическая активность — простое решение проблемы. И не занимайтесь активностью таким образом. Я говорю это для жителей Нью-Йорка. Не занимайтесь такой активностью. Когда у вас этот фитнес-браслет, 10 шагов, 12 шагов, не надо. Это неправильный подход к активности. Так можно ещё только больше заболеть. Просто делай что-то радостно. Испытывай радость от жизни. Активность — это. Если вы не знаете, как просто сидеть и быть полными жизни, просто пойдите поиграйте. Сыграйте в какую-нибудь игру, просто побегайте. Притворитесь кузнечиком. Попробуйте. Почему бы нет? Вы никогда не пробовали? В этом-то и есть ваша проблема. Сейчас, когда вы пойдёте, я хочу увидеть, как вы скачете, как кузнечики по траве. Прыг-прыг-прыг. Вот увидите, насколько более живыми вы станете. Ваша основная проблема в том, что вы относитесь к жизни слишком серьёзно. поэтому мы снова должны вам напомнить, вы когда-нибудь умрёте. Не относитесь к жизни так серьёзно, потому что она скоро закончится. вам нужно расслабиться. Если вы это сделаете сейчас, последняя часть вашей жизни может стать другой, иначе вас увидят. Это замечательно, что вы расслабились. если вы расслабитесь сейчас, вы увидите, что всё в жизни будет идти прекрасно. скачете. 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 Скачете.